Саша, привет! Привет, Азаки! Ну, мы сегодня не о Азаке будем говорить. Это новый чехол Азаки на 2 мм с деревянной панелью. Да, решил себе его оставить. Да, очень хорошая вещь. Из восстановившего дерева. Новинка, 6 цветов. Скоро будет в количестве, снимем про них отдельный обзор. Но сейчас не о Азаке. Сейчас не о Азаке, да, сейчас про наушники Aftershocks. Американская компания. Вот, они эти наушники анонсировали на выставке в Вегасе. На Цессе. Да, на Цессе. Преимущество наушников в том, что они используют военную технологию передачи звука непосредственно в кости. Вот мы увидим на картинке человека, похожего на Сергея Безрукова. Где у него наушники одеты не в ухо, а именно рядом. Рядом, да, вот. Напротив уха, где находится кость. Преимущество наушников в том, что работают со всеми смартфонами по технологии Bluetooth. До 6 часов. Режим работы. Передача музыки. Плюс разговор. Как гарнитуру можно использовать. И кнопка ответа на звонки, входящие. Плюс кнопка паузы и включение-выключение. Обратите внимание, это гарнитура Bluetooth. Здесь нет вообще никаких проводов. То есть вам нужно только разместить ее на голове и все. И посредине телефона. Вес 43 грамма. Bluetooth профиль А2ДП. Bluetooth 2.1 плюс EDR. Дистанция на расстоянии до 10 метров. Стандартное время ожидания до 10 дней. Время зарядки до меньше 3 часов. И в режиме разговора 6 часов. Есть еще версия с кабелем привычная. Bond Conduction Speaker называется. Да. Ничего в ушах. Военная технология. Можно одновременно слушать человека. И разговаривать по наушникам или слушать музыку. Давай достанем. Два года гарантии. Давай посмотрим, что они положили в комплект. Такая же технология используется в Google Басе. Там тоже на уши или в очки продают в поиску. Не ухо. Такой вот чехольчик интересный. Пахнет достаточно прилично. Кожей молодого дермантина. Достаточно пахнет. Кстати, неплохо стильно выглядят. Небольшие в пленочках. Тут что-то вроде резины. Да. Ну-ка, покажи. Надевается вот так. Мы можем с тобой одновременно слушать. Такая сбоку сниму. И разговаривать. В комплекте у нас кабельной зарядки. Инструкция на английском языке. И серийный номер. Собственно, больше ничего. Давай подключим? Давай. Доставай телефон переменной. Сохолочной. Телефон вот. Там есть голосовые подсказки. То есть, если вы никогда даже не пользовались такой моделью, но с Bluetooth, то... Он тур. Очень много устройств с Bluetooth. Как они называются? Ждем. Вот он, хит-сет. Пошло сопряжение. Подключаю. И здесь, видишь, прям сзади можно треки листать. Вперед-назад. Угу. Что немаловажно. Разъем microUSB. Подключено. Aftershocks. Да. MicroUSB для зарядки. Кнопка включения-выключения. И опять же синхронизация кнопки, как мы уже говорили, переводки звука. Power of the play. И кнопка ответа на звонки. Включай музыку. Сейчас мы оценим преимущество наушников. Скажи только одно. А ты меня слышишь? Слышал. А музыку слышишь? Я музыку слышал. И как музыка? Музыку просто слышу. Только честно. Я сказал, что она действительно хорошо играет, но она просто играет. То есть, можно спокойно с тобой разговаривать, сидеть на конференции, слушать музыку. Или сидеть в институте, слушать лекции. Но тут, знаешь, конференции, ты же слышишь. Ну, вернее, те, кто смотрит видео, тоже слышат, что... Ты сейчас слышишь музыку? Да. Но не так громко, но она есть. Ну, кстати, это может быть интересный вариант для тех, кто катается на велосипеде. Потому что вы слышите окружающий звук, и у вас есть музыка. То есть, тут с этими наушниками, мне кажется, они очень хорошо подойдут под определенный сценарий, скажем так, для велосипедистов, для мультиклистов. Ряд ли. Да, в метро тоже с ним не поездишь, потому что он будет заглушать. Да. Вот сейчас я намного круче играю. Когда ты в уши направил? Да. Aftershocks. Что-нибудь надо поэкспериментировать, будет с посадкой. Полный обзор читайте на mobile.review.com. Вот они должны вот так вот. Да, обратите внимание, что... Можешь их снять на секунду? Хотел показать просто, как они там сзади. Тут вот сзади... Они напоминают по конструкции Motorola S9 и тому подобное. Вот. Ну, довольно легкие. И мне кажется, что управление организовано довольно оригинально, потому что вот здесь вот рукой назад дотянуться довольно просто. Основные кнопки впереди, дополнительные сзади. Это тоже правильно. Вот. Ну, в целом, технология любопытная. Ну, здесь вот с этим можно положение отрегулировать с помощью... Да, в комплекте есть еще вот такая вот штука. Безиновая силипоновая штука. Душка, да. Две модели. Для спорта. Ну, они обе для спорта. Это просто с проводом. Проводные. Да, bluetooth, мне кажется, интереснее, потому что здесь не нужно ничего такого. Вот. В общем, наверное, это все, что мы можем искать про наушники Aftershocks. Больше читайте в обзоре. Саша, спасибо. Какая-то любопытная модель, неожиданная. Вылезла.